Всем привет, с вами Давилович, сегодня на обзоре очередной бюджетный SATA SSD, теперь от компании Apacer, объем 128 гигабайт, моделька AS350X. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене, ссылочка под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте, если вам нужен бюджетный SSD, то можете покупать, но сперва посмотрите обзор. Apacer, Apacer, либо еще как-то, как только можно не произносить этот бренд, я буду по старинке, это будет просто старый добрый Apacer, так говорит, я думаю, большинство, по крайней мере, не в столице. И сегодня, так скажем, обновленная серия AS350X, посмотрим, на что же способен этот SSD, объем 128 гигабайт. Что же касается заявленных скоростей, то здесь у нас 560 на чтение, 540 на запись, и для версии на 128 гигабайт как-то многовато заявлено, но мы с вами все обязательно проверим. Что же касается начинки, конечно же, никакой информации нигде нет, но мы с вами знаем ресурс. 75 терабайт для версии на 128 гигабайт, ну, нормальный, обычный, средний ресурс. Ну и гарантия, 3 года, так что быстренько делаем распаковку и переходим к тестам. Упаковка накопителя Apacer S350X простая, блистер запаянный, хорошо и плотно, поэтому будем резать все это канцелярским ножом. Видим наш SSD, объем, моделька с обратной стороны у нас на вкладыше приклеена, кто изготовитель, кто импортер, и Apacer Technology Inc, ну и, собственно, стикер, я так понимаю, с портномером и серийным номером устройства. Давайте вскрывать. Пробуйте, аккуратненько, проверьте. Нет, отлично. И достаем наш SSD и вкладыш, который здесь у нас лежит. Итак, на вкладыше ничего интересного, мы, в принципе, все с вами уже увидели, сделано в Тайване до 20 раз быстрее, чем жесткий диск. И вот он, вот он наш SSD, стикер на всей площади лицевой панели. У нас такой темненький, но, собственно, все видно, тут, в принципе, вопросов никаких нет. Пластик дешевый, пластик у нас, корпус на защелках, есть гарантийная пломба. Мы с вами попробуем все это дело аккуратненько вскрыть, не повредив пломбу. Ну и с обратной стороны стикер, наш бренд, объем, портномер, все. Модель здесь у нас в портномере записана, ну и на стикере модель тоже указана. AS350X устанавливаем и переходим к тестам. SSD накопитель Apacer AS350X объем 128 ГБ установлен. Переходим в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш SSD. Отлично, создаем простой том NTFS. И после форматирования нам доступно 119,23 ГБ. Здесь у нас вопросов нет. Смотрим, что нам покажет CrystalDiskInfo. Так, смарт параметров достаточно много. Температура 40 градусов. Хосты чтения записи по нолям. Общее время работы 0 часов. Четыре включения. Перед нами абсолютно новый SSD. И судя по температуре и количеству смарт параметров, у нас здесь контроллер от Silicon Motion. И вероятнее всего это 2259XT, либо 2258XT. На всякий случай запустим CPUD Hardware Monitor. Вдруг, мало ли, температура у нас изменится. Так что оставим только наш SSD. Все остальное свернули. И первый тест. Это CrystalDiskMark на абсолютно пустом накопителе. Накопителе Е. Ждем результат. А пока у нас идут тесты. Перейдем на официальную страничку нашего SSD. Ваш выбор при обновлении. Пока откроете для себя новую скорость работы. Отличный вариант для апгрейда. Высокая производительность и надежность. Вот так вот нам говорят про наш SSD. До 560 на чтение, до 540 на запись. И по идее все. Да, обязательно откроем спецификацию. Посмотрим, что нас ждет здесь. И смотрим. Смотрим. Скорость для 128 гигабайт. 560-540, как и для всех объемов. Что касается ресурса. У нас 75 терабайт на запись. Что ж, неплохо. Ну и трехлетняя гарантия. В итоге получаем 504 мегабайта в секунду на чтение. 463 на запись. И это ниже заявленных 560 и 540. А то и понятно. Не может быть одинаковая высокая скорость на всех объемах SSD в серии. Так что тут все ожидаемо. Ну и случайно 4К, 36 мегабайт в секунду. Все норма для простых SSD. Смотрим, сколько баллов наберет наш накопитель в утилите AS SSD Benchmark. В итоге получаем 640 баллов. И это самый низ бюджетных SATA SSD. Теперь смотрим, что же нам сможет показать утилита AtoDisk Benchmark. В итоге получаем хороший ровный график. Что же касается температуры. То она у нас стоит как вкопана на отметке 40 градусов. Она у нас здесь зашита. Смотрим, что нам сможет показать AtoDisk Benchmark. И неплохие результаты для простого SSD. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты. И выполняем команду Trim на нашем накопителе. И через 15 минут переходим к тесту на реальную скорость записи. Ну а теперь традиционно копируем папку. Объем 100 гигабайт с PCIe 4.0 накопителя Patriot VP4300. Смотрим. В самом начале кэш оперативной памяти. И 410 мегабайт в секунду. Реальная скорая запись на наш SSD. Так, 400. 400 все-таки мегабайт в секунду. Что ж, неплохой результат для бюджетного SATA SSD. Но мы с вами знаем, что здесь у нас будет SLC Cache примерно на третий от общего объема. Так что ждем. И вот оно, снижение скорости до 200 мегабайт в секунду. И колебания до 5 мегабайт в секунду. Вот это сюрприз. Смотрим, что же у нас будет дальше. Теперь скорость колеблется в районе 60-30 мегабайт в секунду. Что ж, давайте подождем немножко, посмотрим, изменится ли у нас что-то по скорости. В итоге скорость у нас продолжает держаться на отметке 30-60 мегабайт в секунду. И на года падая до 5 мегабайт. Да, вот так вот слабенько, вот так вот бывает на бюджетных SATA SSD. Что ж, отменяем наши тесты, удаляем все записанные данные. Снова выполняем команду 3 на нашем накопителе E. И через 15 минут запускаем тесты ID64 на линейную запись. И посмотрим полный график, всю картину по нашему SSD при заполнении всего объема. И по завершению теста в ID64 мы с вами получаем то, что видели на тесте реальной записи. Да, SLC кэш. Он здесь у нас где-то 36%. После чего скорость падает и держится уже на достаточно низком уровне. Остается нам определить контроллер нашего SSD. И я уже говорил, что предположительно здесь у нас Silicon Motion SM2258XT либо 59XT. Так что смотрим. Да, Micron, TLC, сколькислойная даже у нас не определилась. PC-контроллера SM2259XT, как и предполагалось. Ну что, теперь давайте скрывать корпус. Скрывать будем с противоположной стороны от нашей гарантийной пломбы. Корпус у нас что-то уж совсем какой-то мягенький. Оп, оп. Двокуратненько. Сейчас все мы с вами вскроем. Такс. Стоп. Гарантийную пломбу мы с вами вроде как даже сохранили. Нет, там вижу я следы, что вроде как повредилось. Ну да ладно. Вот она плата нашего SSD. Два пустых места под чипы памяти есть. Два чипа памяти от Micron у нас здесь стоят. Ну и контроллер 2259XT. Все, как мы с вами увидели на тестах. Что ж, тесты завершены. Корпус вскрыт. Посмотрели, что находится внутри. Пломбу сохранили. И да, это тот самый всем известный Silicon Motion SM2259XT. Безбуферный контроллер. И собственно результаты, которые мы с вами видели, они полностью соответствуют всем ожиданиям. Да, у нас есть буфер. Да, треть объема у нас на максимальной скорости. Где-то 400-410 Мбс. После чего скорость очень сильно падает и держится уже на достаточно низких отметках. Там 20, 30, 50 Мбс. Иногда даже опускаясь до 5. Это на тестах реальной записи. Ну и AIDA64 все полностью подтвердило. Ну и так как это все-таки самый маленький по объему SSD в серии, мы с вами видим, что заявленные скорости у нас не подтвердились. По факту SSD показывают скорости меньше, что и неудивительно. Как бы я не знаю, на что там рассчитывают компании Opasser, когда заявляют для всех объемов одну и ту же скорость. Ну не бывает такого. Проверено. Проверено ни одной сотни SSD. Так что Opasser S350X можно смело покупать, если вам нужен просто дешевый SSD. Такое резкое падение скорости вы вряд ли заметите при простом использовании, если не будете копировать большие объемы данных. Даже для того, чтобы здесь это увидеть, на этот SSD нужно скопировать за раз больше 43 ГБ. Ну кто этим будет заниматься в обычной жизни? Ну, я думаю, что никто. Тем более нужно копировать с другого быстрого SSD. Ну, как минимум с другого SATA SSD. И поэтому SSD Opasser S350X обычный, как и большинство, недорогих SATA SSD, которые ничем не выделяются из общей массы, из общей толпы. И если цена на данный SSD привлекательна, то смело можете покупать для замены, например, жесткого диска в старом ноутбуке. Либо для ускорения ПК вашего дяди, тети, бабушки, дедушки и так далее. Такие дела, такой обзор, такой SSD. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD.ru, на который, кстати, мне надо добавить все последние SSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, ссылка, как всегда, под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. И если все устраивает, можете покупать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok